Черный трейдер. Рассказ. Иллюстрированный. Несколько лет назад в одной съемной довольно комфортабельной квартире поселился черный трейдер. Криптовалютой с наваром торговал, индивидуальный инвестиционный счет завел, на YouTube-канале в TikTok делился со всеми своими успехами. Выводил заработанное на спекуляциях в акции американских компаний, регулярно получал пассивный доход. Почти все вокруг чужие коммерческие и государственные предприятия на него работали. Был он совладельцем многих международных корпораций. В 20 лет он каждый месяц столько дивидендов получал, что все пенсионеры, простоявшие по 30 лет на заводе у станка, заплакали бы. Узнай, что он такой дивидендной пенсии, превышающей их трудовую, всего за 4 года активной экономической деятельности добился. До 20 миллионов рублей за короткое время вырос его счет, и он переселился в свою квартиру в Сочи. Купил себе картину, одна акция «Газпрома не торгуясь», заплатив за нее запрошенную автором сумму денег. Рассказал о своей диверсификации активов в недвижку и искусство подписчикам. После этого дела у него пошли просто превосходно. И он, став долларом-миллионером менее чем за год, перебрался в квартиру на 58 этаже башни Москва-Сити Меркурий. Купил себе картину «1 триллион долларов», узнал, что такое шлепинг, начал учиться жонглировать булыжниками и продолжил богатеть, несмотря на то, что крипта упала и все фондовые рынки были на хаях. «Через какое-то время о его успехе и покупке узнали четыре члена тайного мирового финансового правительства и пригласили его посетить их секретное заседание, на котором потребовали отдать им его триллион долларов. «Простите, а что будет, если я вам его не отдам?» – обратился к ним с вопросом черный трейдер. «Тогда мы тебя острым ножиком по горлу, тик-тик-тик, и не сможешь ты больше покупать акции надежных американских компаний», усмехнулись собравшиеся, глядя на него, и кивнули в сторону своих охранников, ух, мордоворотов. Улыбнулся черный трейдер, вынул из чемодана, что с собой в поездку прихватил один из булыжников для жонглирования и разбил им современный электрический замок, заблокировав дверь, вложил второй в припасенную авоську и, как кистенем, начал этим приспособлением охранников, которые до его горла с ножами подбирались, охаживать. Кому руки в порошок разбил, кому ноги, а кому и вовсе пустоголовку в кашу превратил. В общем, уже через минуту оставшиеся в живых люди по всей комнате на свежеперемолотых мозгах скользили, потолок и обои сильно поменяли цвет. Испугались сложившейся обстановки зажравшаяся финансовая элита и взмолилась в адрес черного трейдера. Пощади, оставь себе свой триллион долларов. Оставь свой триллион долларов. Все, что хочешь, проси, только не калечь. Хорошо, услышали они в ответ. Не трону я вас своими булыжниками, если прямо сейчас в мою пользу скупите все акции Газпрома. И других российских компаний. Ой, что тут началось. Котировки взлетели до небес. Настолько, что трейдеры, которые утром акции Газпрома по 100 тысяч рублей за штуку продавали и радовались к вечеру, увидев, что они по миллиону покупаются, сидели и из окон от расстройства выпрыгивали. И даже президент Российской Федерации в тот день сердечным приступом слег. А главы Газпрома и ВТБ от такого варианта развития событий вообще не пережили. Вывезли их из реанимационного отделения поутру вперед ногами с идентификационными бирками на больших пальцах ног. В короткое время стал черный трейдер первым долларовым триллионером. Кстати, Илон Маск, когда увидел, сколько стали стоить акции Башнефти, подумывал повеситься. Но Джозеф Безос... Так, подожди-ка. Но Джозеф Безос, обливаясь кровавыми слезами, успел его остановить. Обещаниями развозить посылки только электротранспортом. Так их вдвоем и увезли к доктору. Где он их еще долго говорил, что доживут они до третьего сплита всех акций Теслы. В России же в это время было собрано экстренное заседание правительства, на котором постановили, что черный трейдер стал национальным героем. В его честь назвали первый трейдерский проспект и ввели трейдинг, инвестирование и жонглирование булыжниками в обязательную школьную программу в размере 72 академических часов. Все миллиардеры и президенты ему за его действия руку жали и пригласили выступить на международном финансовом форуме. Вот такую историю мне рассказал один россиянин, который отказался от употребления бутилированной воды, стал пить воду из-под крана, а сэкономленное начал вкладывать в покупку акций американских компаний. Конец. Лайк, репост, подписка, комментарий, если вам понравилось это видео. Если тоже хотите стать инвестором, трейдером, попробовать свои силы в инвестирование, то пишите в комментарии к этому видео. Дам вам свою ссылку, по которой сможете открыть свой первый брокерский счет в Альфа-банке, в Тинькофф, в Сбербанке по предложенной мной ссылке с бонусом приличным. Все, пока.